Здравствуйте, меня зовут Тротышный Дмитрий Олегович, я преподаватель физики. Тема сегодняшнего урока – механические колебания. Рассмотрим, что называется у нас механическими колебаниями. Механические колебания – это движения, которые точно или приблизительно повторяются через одинаковые промежутки времени. Условия возникновения механических колебаний – их несколько. Для этого нужно вывести тело из положения устойчивого равновесия, либо должна возникнуть сила, стремящаяся вернуть тело к положению равновесия, и сила трения должна быть очень мала. Виды колебаний. Свободные колебания. Они возникают под воздействием внутренних сил после того, как система выведена из положения устойчивого равновесия. Примерами таких явлений являются математический маятник, ветка дерева и другие. Вынужденные колебания. Происходят под действием внешней периодической силы. Порщень двигателя внутреннего сгорания, игла швейной машинки и другие. Величины, характеризующие механические колебания. Смещение. Это отклонение точки начальной от положения равновесия в данный момент времени. Амплитуда. Наибольшее смещение точки от положения равновесия. При затухающих колебаниях амплитуда постоянно. Величины, характеризующие механические колебания. Период. Периодом называется время одного полного колебания. Где по формуле вы можете увидеть. Т это период. Н это количество колебаний. И Т это время самого колебательного процесса. Чистота. Это число полных колебаний за единицу времени. Измеряется в герцах. Обозначается буквой Ню. Циклическая частота. Это число полных колебаний, которые совершаются за 2Пи секунд. Формула циклической частоты приведена ниже. Фаза колебаний. Это физическая величина, определяющая отклонение колебающейся точки от положения равновесия в данный момент времени. Измеряется в радианах. Гармонические колебания. Это колебания, при которых изменение физических величин происходит по закону синуса или косинуса. Далее рассмотрим задачи. Математический маятник. Материальная точка, подвешенная на невесомой нерастяжимой нити. Нужно здесь учитывать длину маятника. Ускорение свободного падения 9,8 метров в секунду в квадрате у нас остается постоянным. Пружинный маятник. Это груз, подвешенный на пружине. К – жесткость пружины. М – это масса. Баллистический маятник. Так же, как и пружинный маятник, здесь учитывается масса груза. Чем у нас больше вес, соответственно, тем меньше будет траектория. Превращение энергии при механических колебаниях. Перепишите данную таблицу и график в тетрадь. Резонанс. Резонанс – это явление возрастания амплитуды колебаний при приближении частоты, вынуждающей силы к собственной частоте колебательной системы. Примером такого явления являются качели. С энергетической точки зрения создаются наилучшие условия для передачи энергии от внешнего источника колебательной системы при явлении резонанса. Применение резонанса для измерения частоты вибрации в акустике при расчетах балок, мостов, стопков и перекрытий. Домашнее задание – переписать в тетрадь основные моменты в презентации, а также подумать, почему явление резонанса применяется при расчете балок, мостов, станков и перекрытий. Даю вам подсказку. Рота солдат, идущая по мосту. Почему они идут нестроим? Для вас урок ввел Тартышный Дмитрий Олегович, преподаватель физики. Всем спасибо за внимание. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!